Микрофон включите, пожалуйста. Включен он у меня. Не слышно? Все. Слышно. Спасибо. Роман Александрович, благодарю за то, что предоставили возможность высказаться. Уважаемый главы правительств, буквально хотел внести ясность в некоторые заявления, прозвучавшие на заседании со стороны представителя Армении. И наше отношение к сказанному. Буквально следующее. 44-дневная война закончилась. Азербайджан освободил находящиеся более 30 лет под оккупацией свои земли. 9-10 ноября 2020 года подписано совместное заявление глав Азербайджана, России, Армении. Мы полностью привержены выполнению и будем выполнять все пункты заявления от 9-10 ноября 2020 года. Конкретно касательно пункта 9-го заявления, который подразумевает под собой разблокирование транспортных коммуникаций. Согласно принятому в Москве 11 января 2021 года решению о создании рабочей группы под председательством, заместителя председателя правительства России, вице-премьера Азербайджана и присутствующего здесь вице-премьера Армении, создана рабочая группа, в рамках которой вопросы связаны с 9-м пунктом, а именно конкретно разблокирование транспортных коммуникаций, решается и рассматривается. В этой связи заявление о том, что Азербайджан решение транспортных вопросов сопровождает силами, применением силы и угрозы, я думаю, без комментариев, потому что это в рамках решений трехсторонней рабочей группы. И это решение, как уже было в моем выступлении сказано, выступает и связано не только с интересами Азербайджана, но, как буквально недавно заявляли и другие представители региона и прочее, это отвечает интересам всех. Следующий вопрос касательно, здесь был затронут вопрос о военнопленных и не только на этом совещании. О военнопленных. Согласно заявлению, тому же заявлению от 9-го, 10-го, 20-го года, пункту 8-му о передаче военнопленных и прочее, хочу сказать следующее, что Азербайджан полностью выполняет и эти решения. В этой связи хотел бы прокомментировать следующее. Заявление МИД Российской Федерации от 9-го ноября 21-го года. При участии российских миротворцев с 2-го декабря 20-го года в общей сложности возвращено 122 военнослужащих и удерживаемых лиц. Из них вернулись в Армению 105 человек, вернулись в Азербайджан 17 человек. Вместе с тем, после двух недель подписания соглашения о прекращении огня 13-го, 14-го декабря, вооруженные лица в количестве 62-х человек после окончания войны были задержаны на территории Азербайджана, которые по всем международным нормам не считаются военнопленными. Они вошли на территорию нашей страны с дивизионной целью, были задержаны и, соответственно, на них статус военнопленных не распространялся. Вместе с тем, невзирая на это, Азербайджан вернул 29 из них армянской стороне. 33 человека из этой группы осуждены нашими судами и будут нести судебную ответственность. Еще один вопрос по поводу, здесь поднималось, хотел бы сказать следующее. 23 сентября текущего года на 76-й Генеральной Ассамблее ООН Азербайджанам было заявлено, что на его территории образования как на Нагорный Карабах больше не существует. В Азербайджане есть Карабахский эконом-район и Восточно-Зангизурский экономический район. Спасибо за внимание. Спасибо, Олег Григорьевич. Уважаемые коллеги, обмен мнениями закончен. Олег Александрович, можно отреагировать? Пожалуйста. Коротко. Я в свою очередь подтверждаю, что Армения придерживалась, придерживается и будет придерживаться исполнения всех пунктов заявления от 9, 10 ноября и от 11 января. И, конечно же, безусловно, так оно и происходит с армянской стороны. Но при этом я хочу коротко, но переподтвердить или переповторить очень важный нюанс. Нагорно-Карабахский конфликт не может быть решен силой. Урегулирование конфликта можно достичь путем мирных переговоров исключительно в рамках мандата с сопредседательством Минской группы ОБСЕ. И в этом смысле для разрядки ситуации и выхода на этап мирного развития в регионе необходимо, чтобы Азербайджан принял конструктивную позицию и отказался от политики агрессивной риторики и враждебных действий. Спасибо. Коллеги, обмен мнениями завершен. И я предлагаю передать слово для выступления о ходе подготовки к подписанию соглашения о свободной торговле услугами Сергея Николаевича Лебедева. Пожалуйста, Сергей Николаевич. Спасибо. Уважаемый глава делегации. Республика Беларусь внесла предложение рассмотреть на сегодняшнем заседании вопрос о ходе подготовки к подписанию проекта соглашения о свободной торговле услугами и принять соответствующее решение. Проект решения у вас имеется. Услуги играют важную роль в современной экономике и на их долю приходится до 2-3 ВВП развитых стран. Поэтому вместе с подписанием договора о зоне свободной торговли СНГ Совет Главправительства СНГ в свое время принял решение о начале переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами. Такие переговоры были начаты в ноябре 2012 года, то есть 9 лет назад. Растяжение многосторонних договоренностей в сфере услуг очень сложный и длитный процесс. Широкая номенклатура видов услуг, огромное множество способов регулирования деятельности в этой сфере. Особая чувствительность национальных экономик в присутствии иностранных компаний в таких областях, как финансовые, страховые и информационные услуги. Все это требует от переговорных команд глубоких экономических знаний и комплексных оценок, получаемых в ходе переговоров результатов, включая учет и использование положений Генерального соглашения по торговле услугами ВТО. В этой связи, уважаемые коллеги, процесс переговоров над проектом соглашения о свободной торговле услугами ВСНГ затянулся. К 2018 году стороны определились со структурой соглашения, которая должна охватывать не только вопросы торговли услугами, но и проблемы учреждения и деятельности компаний-поставщиков услуг, а также вопросы...